СПЕРМАТОЗОИД СПЕРМАТОЗОИД – это клетка, главное назначение которой заключается в передаче генетических данных мужчины в яйцеклетку женского организма. Под микроскопом можно увидеть, что сперматозоид – это клетка, представляющая собой устройство, идеально приспособленное для доставки такого груза. Передняя часть сперматозоида покрыта защитным слоем – броней. Под первым защитным слоем имеется второй, также защитный слой, а под этим вторым слоем находится сам груз, переносимый сперматозоидом. В нем хранятся 23 хромосомы, принадлежащие мужчине. Хромосомы содержат информацию, касающуюся будущего человеческого организма, вплоть до самых тонких деталей. Для создания новой жизни, 23 хромосомы в сперматозоиде должны соединиться с другими 23 хромосомами, содержащимися внутри материнской яйцеклетки. Таким образом, закладывается первое основание из 46 хромосом для формирования человека. Броня в головке сперматозоида предохраняет этот бесценный груз от всех опасностей, которые могут возникнуть на пути. Однако предназначение сперматозоида не ограничивается функцией курьера. Внутри сперматозоида имеется мощный двигатель, конец которого связан с хвостовой частью сперматозоида. Энергия, производимая этим двигателем, заставляет вращаться хвост сперматозоида. Сам же двигатель нуждается в особым горючем для производства энергии. И эта необходимость была предусмотрена всевышней. В жидкости, окружающей сперматозоид, присутствует самое эффективное для этой цели топливо – фруктоза. Именно фруктоза обеспечивает бесперебойную работу двигателя на всем пути следования сперматозоида. Благодаря этому совершенному механизму, головка сперматозоида быстро направляется непосредственно в яйцеклетку. Если сравнить размеры сперматозоида и расстояние, которое ему приходится преодолевать по пути к яйцеклетке, становится понятным, что скорость движения его сопоставима лишь со скоростью гоночной машины. Производство же этих чудесных двигателей осуществлено с непревзойденным мастерством. Внутри каждого из яичек центров производства спермы имеются микроскопические трубочки общей протяженностью в 500 метров. Процесс производства внутри этих мельчайших трубочек действует как система конвейера суперсовременного завода. Защитное покрытие сперматозоида, двигатель и хвостовая часть соединяются как при сборке сложнейших механизмов, поочередно вкладываются одно в другое. То, что возникает в результате процесса сборки, является подлинным шедевром конструкторской мысли. Созерцая этот безукоризненно функционирующий механизм, человек размышляюще задумается, как действуют эти бессознательные клетки, откуда они знают, как создать сперматозоид соответствующей формы, ничего не ведая о материнском организме. Как они научились создавать броню, двигатель и хвост, которые понадобятся сперматозоиду при движении в материнском организме? Посредством какого логического рассуждения они составят вместе в необходимом порядке все эти компоненты? Откуда клетки знают, что сперматозоиду понадобятся фруктозы? Как они научились строить двигатель, работающий на энергии от фруктозы? Абсолютно очевидно, что существует лишь один ответ на все эти вопросы. Сперма и семенная жидкость, в которую она помещена, были специально сотворены Всевышним Разумом, Аллахом, для продолжения человеческого рода. Профессор Дживат Бабуна, бывший заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Стамбульского университета, так описывает это особое предназначение спермы. Клетки спермы или сперматозоиды производятся в организме отца. Но функционировать начинают лишь в организме матери. И с самого начала мира, за всю историю человечества, ни один сперматозоид не мог вернуться обратно в организм отца после выполнения своей задачи в организме матери, чтобы рассказать оставшимся клеткам о проделанной миссии, о трудностях на пройденном пути, о том, какова была их задача. Однако в таком случае, почему сперматозоид имеет структуру, весьма отличную от всего разнообразия тысяч клеток, существующих в организме? Как сперматозоид узнает, что именно он понесет генетический груз, получаемый от отца в тело матери, который позднее даст ему жизнь? И именно для сохранности этого груза передняя часть его головки должна быть защищена броней. Откуда сперматозоид знает, что вскоре ему понадобится пробить мембрану, поэтому он также несет себе какую-то долю химического оружия, спрятанного за броней? Невозможно, чтобы все это было простым совпадением, чтобы клеточная структура и задачи, выполняемые ею, просто бессознательно воссоздавались и воспроизводились вновь и вновь. Все это является нагляднейшим доказательством того, как Всевышний Аллах, Творец, возложил на сперму эту миссию, и как она выполняет ее самым совершенным образом. Этот удивительный замысел – величайшее чудо творения Аллаха. И сама сперма – совершенное создание Всевышнего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok